Талия в обхвате не более 30 сантиметров. Такая, на наш взгляд, безумная мода царила среди женщин в конце 19 века. В Гродненском музее истории религии открылась уникальная выставка «Модерн. Эпоха женственности», которая посвящена дамским ансамблям вековой давности. Платья и аксессуары поражают изысканностью и тончайшей работой. Бархат, шелк здесь расшиты кружевом и драгоценными камнями. На экспозиции можно увидеть снаряды для прогулок по побережью, вечерние и даже свадебные платья. И каждое из них продумано до последнего миллиметра. Каждое платье уникальное. Почему? Потому что делали в единственном экземпляре. Платье настоящее, аутентичное. И шляпки, и сумочки, и зонтики. Все это настоящее. Марина Иванова, коллекционер с Киева. Мы с ней начали сотрудничать, разговоры вестись о этой выставке примерно год назад. Но на сегодня такая возможность выставить ее платье у нас есть. Мы их выставили, но это только часть. У нее коллекция очень большая. Больше ста ансамблей. Что-то реставрируется, что-то выставляется. Дамские ансамбли в 19 веке стоили баснословных денег из-за редких тканей, драгоценных камней и искусной работы портних. Поэтому такие платья никогда не отдавали в прачечную, а знатные хозяйки, когда пятна уже было не скрыть, отдавали наряды своим служанкам. Двадцатилетия назад в моде были узкие талии, затянутые в корсет, из-за чего дамы часто падали в обморок. Также модным был турнюр – подушечка, которая подкладывалась дамам сзади под платье для придания пышности фигуре. Сумочки, шляпы и зонтики – обязательные аксессуары. Популярным было использование в их декоре перьев и мехоживотных. Большая часть мануфактуры, производств в 19 веке работала ради красоты женщин и создания для каждой индивидуального стиля. Платье было много у женщин богатых. Дурным тоном считалось, если женщина в шесть раз в день не переденется. Но и она была витриной материального состояния своего мужчины. Не важно, как выглядел мужчина. Важно, как выглядела его женщина. И эти платья, они, ну, нигде вы больше таких не увидите. Они неповторимы. В единственном экземпляре каждый наряд, каждый ансамбль – это все уникально. Все дамские ансамбли, представленные на экспозиции, носили женщины из Европы или Америки. Русских платьев здесь нет. Дело в том, что в СССР многие вещи времен царской России были уничтожены. Сравнить старинное платье со своими современными нарядами гродненки могут до конца февраля в Музее истории религии. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+.